Друзья, всем привет! Это новый выпуск на канале Trail4R. Меня зовут Вячеслав. И мы в Индии. Я вот, честно говоря, вообще даже не знаю, как представлять этот выпуск. Просто тут просто хаос. Чего только нету. Я думаю, вам понравится. Еще приятного просмотра. Это новый выпуск из Дель. Почему она говорит, что якобы все заглатывает? Сейчас будем стараться перейти и не умереть. Здравствуйте! 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 Как вообще? Ну, уже пора ехать домой. Время, знаете, сколько? Одиннадцать часов. То есть мы уже могли доехать до дома и все. У нас такой у меня райончик, мусорный мейн базар. Трашенина, жесть. В общем, безумный какой-то сегодня день. Едем вообще туман, вообще ничего не видно. Очень много уличной еды. Ради вас пробую, короче. В общем, что-то происходит. Не можем, короче, развернуться. Вообще непонятно, куда мы едем. Я думал, мы уже обратно в Дели, но видимо, в какое-то место мы хотим посетим. Да вроде говорили про какой темп, но, не знаю, уже поздно. Уже 8 часов вечера. Я не знаю, куда мы хотим. Но надеюсь, доедем в целости и сохранности. Дороги, конечно, узковаты для автобусов. Я не знаю, почему. Как бы они знают, что у них население огромное. Но делайте вы там, не знаю, по 4 полосы прямо везде. Но нет, у них так все дороги, короче. Вот, и где все едут, туются. Но вот эти столбики, чтобы покрасить можно цвет флага. Зеленый, белый, оранжевый. А дороги делать получить нельзя, да? Причем у них тут много рабочих. Что там сделать? Это вообще копейки, мне кажется, будет. Вот они тут хоть руками могут покласть. Всякие дышатки, тут свадьбы какие-то, мини-концерты. Ну, угарно. Магазин Samsung есть Viva. Сейчас будет сигнал, наверное, думаю. Так, увидим, как звучит наш кудок. Ну, там, ну, давай сигналь. А нет, мы его заворачиваем. Действительно, приехали в какой-то храм, темпл. Взял чайка, по привычке уже. 20 чай, ну, короче, 20 рупий везде он стоит, одна цена. Правда, маленькие, вот тамборы это плоские. Вот, и отправляемся сюда. Сказали, камеры ничего нельзя, но, блин, я не знаю, куда мне девать, некуда. Я вот взял. В общем, Даня, сказали раздеться. В общем, снимать нельзя, вообще снимают для вас на свой страх риск. Вообще не хотели сюда пускать. Поэтому прошел, снимаю. Короче, заставили всех снять обувь, теперь ходим тут босиком. Пол грязный. Охраны его везде, но это храм Кришна называется. Храм Кришна называется. Попробуем. 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 В общем, ну вот так все выглядит, вы понимаете, да? Люди тут снимают, получается, обувь снизу вот, я там снимаю вообще скрытно, тут реально ничего, ни у кого ни одного телефона нету, вот. В общем, ты не будешь сидеть, в общем, ты не будешь сидеть. Чувак вообще халкается, я вообще беспокойный. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Короче, так все выглядит. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, езда реально бесит, надо снимать обувь. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну все, посетил храм. Купили с моим друганом такие вот сладости. Матуро Свит называется. Вроде храм называется тоже какой-то Матура. Вот, но я так понял, он какой-то редкий. Вот эти вот сладости можно купить только здесь, в общем. Вот они купили, ну мне вот индус подсказал, говорит, купить. Вот, я купил. Немножечко поснимал на камеру, ну так, там прям вообще везде охрана, жестко прям, я не знаю, но это обычный храм. В общем, что там охранять как бы. Вот. В общем, вот такие сладости, но она мягкая. В общем, я не знаю, что это, если вы знаете, напишите. Вот я такую жал, но вот коричневого. Белый вкус, как будто манки какой-то. Вот сейчас он будет накладывать. Мой друг, он будет брать. Но мне не нравится, что, конечно, руками вот так сегодня делают, вот дают. Ну, вроде как пробовал, особо, особо вроде ничего не потерял. Но главное, я думаю, наверное, острое поесть, острую еду и все снимет. Все микрофы там, наверное, бьются. Вот, поэтому, я не знаю, как у них, наверное, иммунитет уже. Так, где тут салют, где тут? Ну, вот, в общем, такое посещение храма Темпла Кришна было. Ну, вот, надеюсь, что вам понравилось, поставите лайк. Вы видели хоть что такое? Ну, единственное, что смутило, нужно ходить босиком, а вот по-холодному, это вообще жесть. И в некоторых местах там нельзя пройти. Приходится ходить, некоторые ходят как бы босиком, а некоторые в обуви. Вот это вообще бред. И все носки просто грязные, все они придется стирать. Это огромнейший минус, я считаю. Хотя какие-нибудь бакилы, там, не знаю, или ковер там было бы. В общем, ну, а кофе вот так прям на улице заказываешь, берешь на газу. Нормально согреться так, потому что в январе еще холодновато здесь. Вот опять какой-то движ идет. Все почти перекрываются и идти к краю еще. Ребята, куда я попал? В последнее время только лениво не рассказывают про недвижимость в Дубае. Дубай действительно сейчас одно из самых выгодных направлений для инвестиций в недвижимость. Я и сам постоянно мониторю цены, так как чтенько бываю там. Но, как показывает практика, риелторы и агентство недвижимости продают неопытным инвесторам все подряд. Не забочь, насколько удачно для них окажется это вложение. Поэтому хочу порекомендовать вам канал «Фролл по паспорту», который смотрю уже давно. Это все будет уже достроено точно. Начинал вот как раз таки вот с таких корабликов и вкладывал сюда свои деньги, потом развил. Вы спросите, наверное, да, если он нам платит, как он может платить? С наших ли денег он платит или с своих денег? Хорошая ли локация? И поэтапно все разберем. Прежде квартира 71 квадратный метр, мы ее смотрим. Автор сам инвестирует и дает честную оценку этому рынку. Рассказывает про ликвидные объекты, делает обзор на недвижимость, показывает свою жизнь в Дубае, необычные места, как купить авто, какие бывают штрафы и так далее. И самое главное, считает математику и рассказывает, что покупать сейчас выгодно, а что нет. В общем, друзья, думаю, что каждый найдет для себя там что-то полезное. Поэтому подписывайтесь на YouTube и Telegram каналы «Фролл по паспорту», ссылки доступны в описании. И да, обязательно передавайте от меня приветы в комментариях. И теперь самое интересное. Здесь можно квартиру купить, студию от 105 тысяч. Я, в общем, в шоке. Мы не успели выехать от одного храма, а если в какой-то другой. Здесь у нас какой-то храмовый день. Тут вроде как, я говорю, опять храм, что ли? Они говорят, да, да, не беспокойся, якобы ничего сдавать не надо, там ни сумки, ни телефоны. Ну ладно, думаю, схожу. Тут так уже думал в автобусе посидеть. Припарковали здесь. Отправляемся в следующее место. Ну я не знаю, вот реально какой-то день просто бешеный. Я сегодня еще мало спал, блин. Потому что завтра уже монтаж махала не будет работать, завтра пятница, сегодня четверг у нас. И сегодня прям целый день, Кару. Я планировал часов в пять уже обратно вернуться. Часиков в семь-восемь домой приехать и все. Сейчас девять-десять часов уже. Я не знаю, я уже спать хочу. Но мы какие-то приходим в храмы, не знаю, не храмы. Человек-паук есть. Мандрик у меня есть лагваг чар, со сси барс пэхле. Это тадж мэль фэй пуранам андир аппэсамми. Я думал, там что-то будет. А, вот какая-то фигня стоит. Мусор валяется. Пахнет, конечно, не айс. Что им там втирает, рассказывает. Спросил, сколько стоит экскурсия у моего челика. С кем-то знакомств, оказывается, не прикиньте, тысячу все пачит. Вот, я заплатил 3 тысячи, а с меня хотели собрать 6 тысяч. Ну, это полный, короче, на этого. Чуть, короче, меня не содрали 6 кисарей. В итоге полторы тысячи за все, в целом нормально. Ну, вроде как, ничего больше не требует. Вот, но, конечно, если бы платил бы 6 тысяч айтоги 100 тысяч, то мне, наверное, вообще было бы обидно, так, по максимуму. Вот. Ну, прикольно, такой, необычный опыт, честно говоря. Вообще нет, не ожидал, что их будет. Я думал, посетим всего Тадж-Махалде, Агуру и все. Какие-то места вообще. В общем, ну, я бы сказал, конечно, сам никогда не приехал. Вот. Ну, так, подснимать, показать вам, я думаю, и вам, и мне интересно. Вот. Но спать, конечно, уже охота и сейчас уже. Вот, смотрите. Ну, тут макаки сидят, тут и пути. Ну, тут макаки сидят, тут и пути. Жесть. Да, уж, конечно. Да, уж, конечно. А вот эти пелик, они, конечно, добивают. И, кстати, вот что. Минус. Если вы будете путешествовать в феврале, в январе, то довольно-таки прохладно уже вечером сейчас. Хорошо, что я одел подштанники, которые еще из России привез. Думал, выкидывать нет, но в итоге не выкидывал. И вообще пригодились. Ну, и двойную получается тут эту водолазку и футболку. Хорошо, что одел. Так что как? Некоторые тут прям ломерны, прям шапки одевают. Чувак там перчатки одел. Ну, вот мы подошли как раз-таки к этому храму. Вообще не понимаю, что происходит, куда попал. Если он не сдал двой, то им не иссяное, то не igual это их. Это выхrą, где никто не сделал себе. Нет ответственности. В Магубан Гарденле и мамы пиццы не будут. И заинтересованы по поводу. И еще внутри, преимущества, и все науны с ноги меня, и те, кто-то удача. И я измельчала. Насколько Anybody это только пытался? Насколько наслаждаться в Магубан Гаардан, и всеettом и джута. Один в доме удачи не бывает. И после римуса, их устали. у меня снимает не охота так вам сниму сниму покажу что по сути тоже храм молиться будет шаловать что пол холодная чуть болеть или не хочу уже находился в предыдущем храме от которого был в шоке по сути такая бы территория обычно не дал ну в общем даже происходит я честно говоря не очень понимаю а вот краски роте от той точки которая удивлялся зачем они им что они покупают ну так типа в диковинку прикольно первый раз но станет одеть конечно мне кажется надоест так что качестве эксперимента нормально я так понял еще и за что-то еще деньги там чем нашли заведение посмотреть покажу автобус если сходу магаги тоже себя зрели что-то ставлю кстати вот где не туристические сильные места да хотя вот это туристическое кита музей там намного меньше макак и они не такие агрессивные вот здесь не агрессивно а вот я ездил на остров полифан там вообще прям такие дикие жестко прям на всех нападали он кстати рыть дерево это бонсай что-лишь ну я думаю даже если закажу они не успеют приготовить и мы уже поедем автобус здесь стоит скоро отправляют я не знаю вот сколько они там будут находиться в этом храме кришнам сейчас посмотрим если эти другая ныне будет заказ то что не закажу выбираю но меню уже конечно не на английском все на хинди фиг поймет что но цены вроде заметно ниже это лед лепешки фигарит в общем как оказалось заведение для вегетарианцев поэтому я уже думал сейчас чекен закажу поем нормально пока никто еще не пришел но очень много реально заведений вегетарианского типа вот я в мумбаи в одном поел вот честно вообще не понравилось все выгляделя круто типа да ну кушаешь ну после там двух-трех разов там укусов уже как-то ну так типа не знаю но я вот как рядом без мяса вообще не могу мясо поешь сразу и тепло как-то энергия появилась и все а тут что-то какие-то эти вот бабы есть не так так себе короче жду уже не даже сюда и не знаю все реально там застряли и не идут я учусь в шоке мы уже пришли минут на тут 10 стоим ждем но никого нету должны прийти оттуда вот ну и автобусу здесь сейчас справимся сейчас либо через час так тут тоже что-то готовят какой-то это разные наборчики орехи я так понял крупы здесь вот здесь вот тоже до готовы и дадала на супы орехи хочу меня подрели меня спорят понят где мясо но здесь точно уже ничего нет и вот у меня единственный такой вопрос вот так корова у них священные животные вот по говядину же они кушают как и курица там не знаю мумбаи там вообще везде говядины избег тут хоть по поменьше воде лезвить вот я как и как это я же священное животное и кушают мясо а вот они с собой набрали мои знакомые уже но чё-то наши эти не приходят друг тебя группу я все в шоке а вот водила кстати на такой тоже чудной какой-то назвать закидывал даже видел он безусходный все таки и лепешки с маслом чая стран был у них нет почему ческальта утишь возьму танца и поем в автобусе он тут что-то готовит и за листики вот и что-то готовит ты желателей ту с да по Это десерт. Это все? Да. В один раз. Окей, можно один или два? Я не знаю. Честно, конечно, не вызывает доверия, что руками все. Ну, тут вся еда у них такая, руками. Вот такой вот листик, называется пан. Да, конечно, в одной что-то какой-то же. Давайте попробую тоже. Что происходит? Тут пришла корова, кушает из мусорки. Я в шоке, конечно. Что-то еще тут. Кто тут? Я думаю, внутренний съем. Болистик, конечно, не будет. Смотри, не оторвай ее. Чем-то сверху еще поливает каким-то соусом. Но я, честно, не знаю, что там. Просто все намешано подряд. Какой-то еще орешек один. Какой-то еще орешек один. Эвкалипт, нет? Пан. Пан. Почему она говорит, якобы все заглатываю и скушиваю? Я не знаю, честно говоря, это... Ну да, эвкалипт какой-то. Ну давайте, ладно. Ради вас пробую, короче. Что-то все сладкое и с эвкалиптом как будто. Какая-то фигня твердая. Какой-то оторвай. Прикольно. Хорошо. Скажите. Не пей за меня. Нет, не пей за меня. Не пей за меня. Не пей за нас. Треккин. Следует это. Пойте. так варят чай путь от самого начала я сейчас буду смотреть получается молоко сахар сыпет какие-то специи черные и либо не размалывают молоко в этот момент закипает пока что домолит какие-то там специи необычные хоть погреться можно горелка газовая вот эта ну но передача есть поел и такой какой-то вкус прикольный как будто реальная эвкалибр вот они рады и рады ты же товарит мачу говорят я стою стиль ай троид но так конечно надеюсь не дрестану Да, что может быть ещё мистичнее, я где-то непонятно, где-то непонятно, в Индии. Да, 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 да. В общем, съел какой-то листик, пан, чайное лило вот так вот. Но мне бесит, что мало, очень чай наливают, я бы выпала половину точно. Вот взял лепешки, я буду здесь кушать в автобусе. В общем, под конец я уже стал не понимать этих индусов. Вот как вообще, ну, уже пора ехать домой, время, знаете, сколько резон, 11 часов, то есть мы уже могли доехать до дома и все, нет, они заехали опять в какой-то кафе, 25 минут, якобы, пусть то едут, я пришел, посмотрел меню, идут, нету, короче, мяса у них, ну, я не знаю, у меня даже какое-то уже разочарование, вегетарианской кухни, почему нет мяса, почему в Мумбаи везде мясо, говядина, тут говядина вообще нет, чекина тоже. В общем, я голодный, вот такие вот порции. Ну, один рис есть, то есть вот острую приправу, в ней, конечно, не хочется. Еще и за это платить, там, ну, я-то, 500 примерно, 400-500 рупий, рублей где-то 400, тоже не хочется. В общем, безумный какой-то сегодня день, едем вообще туман, вообще ничего не видно, тут там сигналит, на аварийках еду, чтобы было видно, ну, ладно, хоть так. Друзья, ну, это полный пипец какой-то. Друзья, наконец-таки Авдель, угадайте, сколько время? 2.22, блин, мне еще идти пешком. Ну, ладно, хоть немного, немного, вот буквально здесь начинается уже Мейн Базар и мой отель. Ну, вот чувство, сейчас здесь я не заверну, наверное. Как раз-таки мой заворот должен быть. А нет, заверну. Вот этот вот сигнал бесячий. Бай, бай, бай. Вот мой автобус, мне, это у меня сигналил. Бля, вот такой вот этот бесячий звук был, просто вот там сидишь в наушниках, короче, просто вообще выбесил. Еще ехал, блин, в конце, замерз полностью вообще. Он еще кондер включил, я не знаю, почему, вот сейчас на улице холодно, просто холодрыга. Он еще и кондер включил. Двойной, а еще в отеле сейчас у меня будет холодно, я чувствую, блин, вообще точно заболею перед Азией. Будет полная жопа. Даже в такую погоду не охота душ принимать, потому что если примешь, голова будет мокрая, все, там, мне кажется, хана сразу, блин, в таком номере. Вот, хотя днем, днем тепло, днем тепло, но утром, вечером холодно. Смотри, такой у меня райончик, мусорный мейн-базар, трешенина, жесть, ну, ладно, тут идти, вот, копеечки, буквально, вот это. Вот эти постоянно лавящие собаки здесь. Друзья мои, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, за словом Индия, либо Дели. И увидимся в следующем выпуске. Чао, какао. Я уж сам испугался, короче, корову запрыгнул на другую корову. Да как такое может быть, в общем. В общем, просто какая-то жесть. То ли они хотели там совокупиться, то ли уж я испугался, короче. Газанул сразу, собаки тоже испугались там. В общем, какая-то жесть просто, я не знаю. Камеру просто, вот, нереально. У меня, блин, занимает, не знаю, уже три флешки уже полностью, полные. Просто на каждом углу контента. Он собаку что-то ест тут. Да, конечно, Индия. Индия это просто шок. Шок. Ну что, друзья? Друзья, у нас новый день. В общем, у нас новый день. Тут уже у нас встречают клоуны. Этого клоуна я уже видел раза два, три. Вот сейчас справляюсь на завтрак, обед для меня. Ну, это уже, наверное, поздний обед. Вот, так как вчера я был на Тадж-Махалле, вернулся реально под утро уже. Вот, можно сказать, полтора дня там пробыл. Вот, сейчас проснулся, иду покушать супчик уже в моем заведении узбекском. И далее отправляюсь по достопримечательностям Дели. Сегодня планирую посмотреть Редфорд. Рядом есть мечеть. И рядом также базар есть подобного типа. Вот, но это все рядом находится, поэтому я думаю, до вечера успею, до 7 вечера допоздна посетить. Вот, и завтра уже пойду уже на юг, юг Дели посещать. Вот, там даже очень много мест, но ездить в Редфорд, потом еще и вниз, это очень долго. Поэтому прям скоро пойду, там Ашхабад, всякие такие места. В общем, клевые. Их мало кто показывал в своих выпусках, но я покажу. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии словом Дели, Индия. Причем, вчера ездил в Темпл Кришны после Тадж-Махала. И вот купил такую пачку небольшую, сладостями. Давайте попробуем, пока жду свой обед. Ммм, прикольный вкус. Ну, что-то типа-типа теста, сахара, какого-то небольшого щербета, что ли. Ну, с чаем прикольно будет. Сладкая. Ну, ощущение, что они это лепили, короче, руками. Так что, я не знаю, надеюсь, не траванусь. Ну, я думаю, в конце выпуска вы точно об этом узнаете. Ну, подошла шурпа, комса и черный чай. Всем приятного аппетита. С рыцкой обилия здесь фруктов. Просто на каждом углу. Вот, улица кипит, Майн Базар работает. Но, если вы собираетесь покупать, конечно же, цену надо сбавлять, наверное, в раза два. А то и в три, в четыре, в пять. Ну, такие, как заведения, обычные. У них цены одни и те же, наверное. Какие-нибудь там фрукты и какие-нибудь там фабрикушки, вещи. Это да. Вот сейчас отправляюсь я к метро. Находится буквально рядом. Вот, повернуть налево и будет метро. Синяя ветка. И, надеюсь, успею доехать до форта, пока он не закроется. Сейчас у нас, где-то, четыре часа. В общем, где тут вход в метро, но и так не пойму, где мой здесь. Так, интересно, нам еще видеть, какой у них метро. Так, ну, вот так выглядит метро. Такая прям очередь на проверку. У каждого проверяют, где такого дают титики этот, ну, жетон. Вот, я сейчас отправляюсь. Сейчас вам покажу. Вот сюда. То есть я сейчас вот здесь поеду так, тут пересадочка и до Редфорта. Так, давайте пробуем. Первый раз сам делаю. Тридцать у меня стоит проезд. Так, остановка, мне нужно какой-то там хаос. Ну, все, забежал в метро. Метро в целом выглядит нормально у них. Я думаю, будет разруха. Ну, вот такое от метро. А, кстати, подождите, едет кого-то в другую сторону, или нет? Точно не уверен, но вроде мы не туда поехали. Сейчас посмотрим. Метро довольно чисто, понятное. Вот, я теперь иду на фиолетовую линию. Написано, что куда-то прямо. Видимо, 1-2 это синяя линия, а вот переходы 3-4, скорее всего. Осталось понять, в какую сторону. Вот, смотрите, какой Саб-Зиро идет. Но метро быстро ездит. Я вот буквально за 25 минут доехал из, как бы, центра, вот до Красного Форта. Еще минут 5-10 дойти и в целом классно. Метро мне понравилось. На автобусах еще не ездил, но думаю, еще проедемся. Готовят какую-то еду. Говорит, прям кушают так. Блин, всегда удивлялся их иммунитету и перевариваю у него и всего. Так, Red Fort, Red Fort ищем, где у нас Red Fort. Вот, смотрите, нарезанные нас продают, чем такой-то корицы посыпают и едят. Тут тоже какие-то шкварки. Не знаю, что такое вообще. Но у меня, конечно, желание такого нету. Есть, попробовать. Тут обычно какие-то сладости жарятся. Тоже прикольно. Так, Red Fort, так я и нашел. Тут метро. Вот я вижу, уже вот он стоит. Там где-то вот стены есть. Но входа еще не нашел я. В общем, очень много уличной еды. Думаю, что-нибудь еще попробуем. Вчера я, кстати, тоже много чего уж попробовал, пока я был. Я уже с голоду умирал, поэтому пробовал. Смотрите, какое-то мороженое, что ли. Когда я попробовал какие-то листья, не знаю, эскалиптовые или какие-то, называется, пан. Потом всякие какие-то жидкости и еду. Вот. Ну, думаю, если вы смотрели прошлый выпуск, про то, как я ездил в Тадж-Махал, вы это увидели. Причем, у них очень популярные разводы. Типа того, что сейчас, конечно, человек подходит, говорит, руган закрыто, закрыто. Пошли, там что-то тебе покажу. В общем, ни в коем случае на это не нужно вестись. Я считаю, все еще открыто. А вот это мороженое. Поэтому, если вам подходит и пытается навязать, то сразу шлите нафиг и идите дальше. Вот единственный минус, это вот больших, больших толп людей, в том, что вот они очень медленно. Вот, чтобы не их обойти, нужно очень много времени. То есть, какие-то там, не знаю, пройти метров 300, трачу на это вот просто кучу времени. Я вот иду вот примерно вот с такой скоростью, видите? То есть, всю толпу обгоняю. Они идут медленно, плюс там все встречка, это вообще, короче, полная труба. Захожу к Редфорту, сейчас будем заходить. Надеюсь, он еще работает. Вот опять, видите, вот тут фиг обойдешь. Так, ну вот, все, это Редфорт. Заведем проверка опять. Постоянные везде проверки. Ну, ладно, у них, видимо, из-за того, что раньше были всякие террористические акции. Они поэтому теперь очень бдительно все проверяют. Ну, ладно, в целом, линейтех не за что. Но, конечно, все очень долго делается так. Прошел внутрь, быстро проверили все. Я вот что даже не знаю, это Редфорт или что-то другое, или какая-то базар, ярмарка. Вот разные очень тут статуи показаны. Карна-така, это, видимо, какие-то разные регионы. Играет музыка. Предполагаю, что где-то есть и уличная еда, сырьские большие статуи. Но что-то не уверен, что это Редфорт. Вот, Редфорт, вот он получается. Ну, не знаю, возможно, это и есть он. Сейчас будем изучать. Кстати, вчера в городе был парад, но я посмотрел меликовым видео, решил не оставаться в городе, потому что большие будут пробки, все перекрыто. Вот, и парад, ну, обычный парад, по сути, больше в военной технике. Вот, поэтому вчера ездил в Тадж-Махал. Ну, за этот раз, в 23-м году, я, получается, охвачу Мумбай, охватил уже Гуа, и вот сейчас нахожусь в Дели. Вот, но в Индии также очень много разных других регионов интересный. Например, вот, юг, или, например, о восточном побережье совсем вообще малоизвестно, поэтому, я думаю, можно в следующие разы выбирать и другие направления. Вот, ну, так, сейчас я по самым в Апсово местам проедусь, посмотрю, прочувствую вообще, стоит ли запрещать. Но пока удачение хорошее, я думаю, стоит приехать. В целом интересно, довольно-таки необычно. Вот, причем вот эти в Апсово регион, они, конечно, подороже, чем, я думаю, другие регионы, более-таки отдаленные, менее туристические. Вот, поэтому там будет путешествие намного дешевле. Вот, здесь же, конечно, в Дели, по-моему, еще дороже цены. В Мумбаи были самые низкие на все цены, а потом в Гуа побольше, и тут в Дели опять, короче, еще больше. Вот, но пояческой среднем 500 стоит рупий, 500-600 рупий. Ну, это и так же, как и в рублях почти, это 500 на 100 рублей меньше. Вот, ну, все, в целом прошел почти всю эту выставку, ярмарку. Тут какие-то вот есть такие юрточки. Пойдемте глянем и узнаем, как пройти вот туда, к Редфорту. Ну, мне нравится Индия, они английский язык хорошо понимают, поэтому очень удобно спрашивать. У любого спрашивают, как пройти, они говорят. Вот, тут-то я не знаю, что происходит. Чемиксель, что-то типа с химией связано, что ли? Ну, тут, я так понял, разные компании что-то представляют, показывают. Департамент почты, министерство дороги, транспорта и шоссе. Какие-то проекты, так сказать. Но нам это не сильно интересно, но там еще больше, смотрите, прям. Я отправляюсь в Редфорд. Попал на концерт. Вроде как закрыт сказали. Вот такой мощный Редфорд. Вообще, когда я изучал Индию, вообще места, где у них есть, и у них, по-моему, больше всего это форта. Вот прям в каждом городе, там, я не знаю, чуть ли не там по 10, по 20, по 50 фортов. Вот. Но здесь тоже характерно, видно, что вырыт ров, была вода, возможно, какие-то крокодилы. Вот. Но форт, я так понимаю, закрыт. Возможно, с празднованием. Вот тут какой-то праздник. Вчера был День Республики у них. Но в целом, как-то вот так можно изучить. Вот. Думаю, даже сэкономим 600 рупий на входном билете. Вот сейчас прогуляюсь туда, посмотрим, может быть, реально там есть вход. И дальше отправлюсь в мечеть, которая расположена с той стороны дороги. Тоже какая-то знаменитая мечеть. И дальше пойду на рынок. Рынок уличной еды и разных товаров. Посмотрим, что это знаменитое место. Вот. И как раз будет скоро уже закат. И отправлюсь домой монтировать новые серии из Индии. А вы не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, скидывать обязательно своим друзьям и знакомым, чтобы ролики набирали. И при наборе тысячи, две тысячи лайков или комментариев я ввожу новую серию, опубликую про Индию. Поэтому увидимся совсем скоро. Когда смотришь на такие громадные стены и ощущаешь себя словно в каком-то властелении колец, когда там какие-то орки должны забираться, ну, либо какая-то враждующая другая фракция. Потому что меня, конечно, в шоке, как можно было забраться, например, преодолеть эту стену. Вот. Если там не было никаких-то пушек и чего-то другого еще. Вот. Ну, просто, конечно, исполинские размеры. И вот тоже мне непонятно. Здесь как бы просто текла река. всегда было. Либо просто ее постоянно как-то наполняли и поддерживали определенный уровень воды. Чтобы нельзя было даже подойти. Вот. Если вы знаете, то напишите об этом. Довольно интересно. Эти мудозвон уже начинают по пешеходникам ездить, смотрите. Просто, чтобы объехать пробки. Я вообще в шоке от них. Просто сверх умы. Вот, наконец-таки я дошел до пешеходного перехода. Сейчас будем стараться перейти и не умереть. В целом, зеленый горит? Я не знаю, блин. ходить тут надо как-то очень странным образом. С чуваками иду просто по диагонали. Хотя там горел зеленый полностью Смотрите, какие-то наушники продают. Я вообще в шоке. Че тут только нету. Блин, арут, конечно, да. Если вы не привыкли, то вы, конечно, будете немножко шокированы всему, но через пару дней, я думаю, все привыкают. Такие вот в целом ел, тоже прикольно выглядит охота пробовать. Еще раз попробую. Так, пытаемся прорваться. Надо быть осторожным с кошельками, с сумками. Могут такой толпеющий пануть. Но вроде пока претендентов не было. и по 100 рупе очки. Но любой цвет вкус из пластика. А вот наверное это и есть место, куда отправляюсь. главная соборная мечеть. Ребята, я не знаю, я вот иду буквально вот от дороги тут, я не знаю, если быстрым шагом, то за минуту можно пройти. Уже минут 10 пытаюсь вот все пройти, обойти, все навстречу ездят и толкают. Я уже половина букуются, короче. Половина меня там букует, половина я букую. как пройти гоу, 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 гоу. Дратан, вот зачем на этом есть транспорте здесь? Ну вот смотрите вот, ну вот как тут проходите вы мне? Просто скажите вот просто как не беситься вот этому всему. Вот поэтому если у вас есть бесячка большого скопления людей и очередей то вам точно не в Индию. Короче придумал новый способ как проходить так вот берешь руку ставишь короче и идешь и все расступаются короче ну ладно сейчас повезло никого нету но смотрите это просто я все преодолел минут 20 шел ребят так ставите руку и все короче но обувь конечно вам и стоп че это сто процентов поэтому и кстати вот джинс тоже у меня новые джинсы эти белые вот это я их постирал за 2 дня замарал видите вот грязь так что тут одевай что-нибудь постарее что-нибудь испачкать и постоянно будет надо это все стирать ну либо в конце путешествия уже вот поэтому Индия довольно таки ну все равно пыль грязь это все есть причем это вот именно модели мумбаи сгла конечно почище смог это вся пыль падает наверное это все вместе и получается так ну вот дошел я до соборной мечети деле в общем также есть люди я не знаю никак друзья или нет как многие говорят это вот они друзья со школы но мне кажется тут половина есть не половина кто за ручки ерунда не все мне кажется пол геи какие-то так что индусы геи это что такое новенькое не знаю вот такой вот вид сверху жесть да это я все пробирался ребят смотрите тут вообще не пройти я конечно вообще в шоке минут 20 25 точно что если не 30 хотя вот тут ну если быстро пройти ну реально минут 5 наверное ну все отправляемся внутрь блин тут надо что снимать вот это я конечно не люблю снимать еще и закончились бахил у меня в Таджимахале ну а если вы привыкли путешествовать по Турции либо по таким более богатым странам то могу вас расстроить здесь приходится по камню ходить просто в носках либо босиком такая вот мечеть на закате прям успел она буквально закрывается через полчаса но успел успел ребята и я рад сегодня тоже как бы закрыл несколько локаций потому что у меня еще остается 2-3 дня здесь буквально в Дели приедет Ир и мы отправляемся во Вьетнам следующая серия будет из Вьетнама потом Таиланд и дальше по Юго-Восточной Азии вообще в этот раз хочу все странам хватить в том числе Филиппины Малайзию Сингапур Индонезию в общем возможно еще съездим какую-нибудь там не знаю Корею Японию вот но это уже как по факту ну ребят как вы видите ноги уже все я вчера тоже хотел по комнату шраму там замарал вчера думал постирать ну рано утром когда приехал постирать носки но думаю нет думаю если кое-нибудь пойду по-любому замараю поэтому решил не стирать вот но сегодня видимо придется стирать такой вот здесь вот небольшой водопад есть и видимо она на реконструкции находится а и кстати смотрите я блин с собой взял обувь я что даже забыл что надо ее оставлять в целом ладно возможно где-нибудь уже выход будет поэтому выйду сразу в ту сторону вот поэтому потому что я сходить на рынок и с рынка там уже метро который отправится ко мне в мою сторону ближе к мейн базару вот ну вот такая вот локация называется это место дельская соборная мечеть джема маск мас джид вот находится она вот рядом с рэдфортом вот вот ярмарка вот здесь проходит получается у стен вот доехать вот можно но но станция метро кстати вот ветка тоже а здесь есть еще станция метро какая-то фиолетовая вот прям водитель тормозит так что я с нее вышел сейчас думаю прогуляясь вот до этой станции метро и оттуда чайри базар вот этот базар посещу и отправлюсь в ту сторону уже домой к себе вот но в целом это классное мне нравится в индии но конечно есть свои минусы и плюсы я так понимаю закрыто здесь поэтому высоте ковер и слава богу уже получше но внутрь я так понимаю нету входа я не знаю может быть так она как бы рассчитана я даже не вижу дверей где-то войти внутрь ну ладно все в целом увидели засняли фоток сделали отправляемся дальше сейчас здесь ходишь камень довольно-таки теплая видимо просто солнце нагретый вот я конечно не представляю что здесь творится летом 40 градусов и это все не знаю под жарой наверное мне кажется нереально будет пройти вот количество туристов смотрите туристов и вот самих индусов здесь увеличилось в разы но внутрь так я не попал но она вроде какая-то такая узенькая довольно-таки наверное тут есть только внутренность она вот под купол я не знаю можно ли зайти или нет но я вот не нашел то есть три входа можно я так понимаю с разных входов выйти и зайти не знаю ну ну все одели отправляемся еще в более гуси событий не знаю не знаю это тоже такой уличный рынок на подобии мейн базара но другой называется он чад чад дни кроук маркет и отправляет потихонечку сюда то есть мне нужно в том направлении будет идти а мы ярые чуваки уже по встречке фигарят пробки в дейли конечно мощнейшие вон тут сразу диски нужны фары пожалуйста так подожди мужик запал каким-то жареным рыбой непонятно чем самая бесячая реальная не то что много людей а то что они идут медленно вот так вот сейчас чувака я погнал вот так шел короче вот так вот идет типа там типа вообще весь мир подождет короче так вот идешь типа и все и там за 10 каплей людей и так вот пробки вот да вот чувак сам так идет короче мне говорит что там якобы ну вроде сейчас все ускорились конечно в Индии не наскучишься внимание прокачивается я не знаю максимально списки визги и так далее ну все попал в пробку короче не пройдешь там уже ну солнце подходит к концу а это значит и выпуск на канале трелл пора тоже заканчивается вот чай готовит ну такой вот колорит и а а а а а а а а а и а Чуваки несут какие-то грузы Прям на скорость Вот они реально Надо за ними не идти Они вроде всех разогребают И бегут прям Погнали Такая вот, ребят, Индия Ставьте лайк Побежали, ребята Сейчас нормально Пройдем всю пробку эту, нафиг Как я рад, что не передвигаюсь на транспорте И не люблю абсолютно такси Чуваки даже быстрее меня идут, смотрите как Удивительно Но они понимают, что время деньги Поэтому там все дури бегут Нормальный костер Чего бы нет чужого погреть, да? Когда замерзло Да, провода, конечно, это вообще просто, смотрите Какая-то изна матрица, либо Жесть Это боль, боль, боль всех электриков Жесть, ребята Половина, я вот уверен, не используют Старые какие-то, висят, наверное, все Новые прокладывают и все Но вот в новых районах, я видел, все это убирают Куда-то прячут У меня какой-то кабель-канал И такого нету Но это, конечно, жесть просто, реально, блин Посмотрите, вот здание тупо вообще в провода Но это какая-то электроподстанция, что ли Распределительная Либо какая-то телевышка Ну вот такой вот Дели Нью Дели Блин, опять где-то очередь стоять Нужно необходимую в этот Но иногда, конечно, я, когда нет времени Просто прохожу первым и все Поэтому, знаете, в метро вот такая вот есть Такой вот минус Вот сейчас справляюсь с Чавр-базар До моей станции Скажем, одну пересадку сделать и все Билет стоит копейки Ну, 20-30 примерно рублей Рублей 20 Тут в метро прям горы, экскалатор Вы смотрите, туда-сюда, туда Жесть Отправляемся к нам на район Там немножко погуляем Видно, наверное, перекусим Да Отправляюсь монтировать новые выпуски для вас Смотрите, у них тоже есть разделение Женские только Тут, видимо, мужские Кстати, похоже, как в Дубае вот эта станция Вот только здесь посетили в метро Раджо-черт Так, теперь ищем синюю ветку метро В общем, удивительное метро Тут просто шесть веток вроде переплетенены Смотрите, как Туда, вход наверх В дальний И с той стороны еще есть В общем, тут вот без поручни То есть можно упасть, нужно быть осторожным Метро дешевое В целом путешествовать нормально Передвигаться Вот наш поезд едет В общем, я только узнал Оказывается, здесь какой-то храм Храм расположен Кришны Вот, и оказывается, станция метро Называется Ашрам Что-то Хам Хавк, что-то такое, короче А я думал, это станция Мейн Базар Главное все Ну, по сути, вот сам Мейн Базар Ну что, принесли такую корзину Рис С бараниной Я не знаю, что это такое Но вроде как суп Ну да, остренький Тут, видимо, рагу Это вкладки шарик О, даже есть какой-то Сыр, что ли, это Или видеть сметану Теперь раз такое вижу Ну и небольшой салатик Огурцы, помидоры Лимончика Лайм Ну и лепехи Зачем было Ну, с курицей Но это, получается, с бараниной будет Ну, вышел на ужин Сейчас, думаю, возьму парочку чай попить В общем, взял попробовать такие вот два шарика По 20 труппи, эти по Тоже по 20, по 30 труппи Окей, спасибо Попробуем в отельчике Я расскажу попозже Как на вкус Я, по-чему, я пошел сюда Ведь, что-то какая-то очередь была большая Поэтому Я и братан Вот, как так можно? Тут, получается, вот эти вот манты готовят Типа пельмешки, короче Мамоны, или как они называются Вот, но я уж поел, поэтому Ну, блин, обед, конечно, сытный был Вот, и всего 380 Блин, клево В том заведении узбекского Перестал есть Ну, потому что, думаю, что я в Индии Смыслом не есть узбекскую кухню Ну, плюс там, как Такая где-то на четверочку из пяти Не прям, что прям супер-пупер Вот, и цены там, конечно, чуть подороже Вот, обычно там ел где-то на 500 А тут сейчас поел Видели, да, больше даже было всего И салат, там и супчик небольшой был И всякие соусы И там салатик И всего это вышло 380 Вот А если брать, например Как называется Чикен такой же, такой же набор То будет всего там 300 Вообще просто сказка Находится, получается, называется Экзотик Плейс Вот, нормально, хорошо Сам как? Отлично Нормально Замечательно Прекрасно Very good, good Давай, пока Ну, в целом, как-то так Отшил, короче, максимально Индийскую еду я сейчас Ну, отель прямо рядом находится Так что супер Ну, конечно, минус, что холодно Вот, поэтому лучше, наверное, днем посещать это место Сейчас тут сидел Пока ждал, пока приготовили А, и, кстати, из 10 человек, наверное 4-5 русских было У тебя никто не говорил Потом бац-бац там слышно по речи Вот Ну, все Чаек сейчас попью дома И за монтаж За монтаж Прям, прям уже хочется Уже прям так замонтировать Все выпуски про Дубай и Индию Вот, ну, я думаю, вы уже их увидите К этому времени Когда выйдет это видео Наверное, это видео будет Когда я уже буду Во Вьетнаме Либо еще где-то дальше Ну, все Подходим к нашему отельчику Вот здесь такой заворотик Ну, реально Отели сложно найти Особенно, вот если ты не знаешь Поэтому лучше, конечно, по GPS Да, вот он Бывает, конечно, ошибаюсь Но вот эта вывеска Каса Централ Моя Огромное спасибо Я хочу выразить моим зрителям Которые поддержат меня финансово В том числе, благодаря вам Я приобрел ноутбук На котором сейчас Монтирую новые выпуски в дороге А сейчас мы снимаем контент В Корее и Японии Заглядывайте в Телеграм и Инстаграм Впереди выпуски из Вьетнама Таиланда Филиппины и других стран Азии А поддержать финансово Можно с любой карты Главное указывайте от кого И текст сообщения Ссылки есть в описании А для удобства Вы можете просто нажать на паузу И отсканировать QR-код С помощью вашего телефона Если вам понравился данный выпуск Ставьте лайк Пишите комментарий Подписывайтесь на канал И сбрасывайте ссылку Своим друзьям и знакомым Так как при наборе 2000 лайков или комментариев Выходит следующая серия На моем ютуб канале Не забудьте подписаться На инстаграм ВК И телеграм каналы Так как именно там Я публикую больше полезной информации По новым городам и странам А также мои жизненные ситуации Лайфхаки И совет по путешествиям Друзья мои У нас новый день На свой страх риск Привозить Сюда могут отобрать Проник в самое секретное место Где ничего нельзя снимать Телефон и все Все электронику оставляют наружу Но я чудным образом Смог обхитрить Прошел И снимаем тут для вас В общем электронику Если нельзя Говорят все какие там правила Вот Но я думаю Сейчас кое-куда засуну Ну ребят Короче Я не знаю На свой страх риск Все взял Короче У меня телефон Телефон палец Давай Гоу-прочко Еще можно Индикаторы Вроде Отключил Так что тут охрана У меня слева Справа сидит Поэтому беспалево В смысле вам видно Вон Очень-очень Много попугаев Снят таких Коричневые Не знаю Что это птички А он там Вон зеленый сидят Там вроде голуби Ну вот Их очень много Тут летает Не получилось Причем Говорит Иди Я покупаю Ну билеты Я говорю А зачем Буду покупать Если я купил Уже билет Ну как тебе На вид Выглядит Очень эстетично Красиво Я думаю Что и вкусно Смотри Прям такой ливень Жесткий Я вот ходил Было всякий Я привезла Из Москвы Ливень Да Словен рассказывал Что он ехал В автобусе И кто-то Со звуком Пернул Прямо в автобусе Да Чувак Такой Приподнял Булку Одну Короче О боже Смотрите Какой вид Между двух скал Если поедете То не садитесь Корейцами Китайцы Но они прям Что едем На следующую локацию Гуляем И так далее